Терапия через искусство. В свете софитов и под прицелом камер обычные дети вместе с особенными актерами. Над постановками работали год. О целительной силе искусства известно давно. Несмотря на какие-то особенности ребенка, всегда можно реализовать его творческий потенциал, тем самым помогая ему развиваться и уверенно чувствовать себя в обществе. Уверены организаторы проекта «Инклюзия в искусстве. Искусство в инклюзии». Искусство – это способ познания и способ общения с миром. Ребята, которые занимаются в наших театральных коллективах, они в силу своих особенностей не все могут беспрепятственно общаться. И вот как раз-таки посредством искусства у них появилась возможность выразить свои чувства, эмоции. И еще то, что мы заметили, благодаря этому нашему проекту, многие ребята совершенно по-другому стали себя чувствовать. То есть это можно смело говорить о том, что искусство является самым важным, наверное, реабилитационным потенциалом для таких особых ребят. У нас около 45 детей и около 20 молодых людей с инвалидностью участвовало именно в рамках театральных студий. И чуть больше еще мы объединяли в рамках проведения мастер-классов и каких-то мероприятий общественных. В рамках реализации проекта к сотрудничеству были привлечены не только специалисты для обучения педагогов из государственных учреждений, но и родители детей с инвалидностью. В роли актера выступают не только особенные дети, но и просто ребята, имеющие какие-либо незначительные отклонения в развитии речи или поведения. Их родители уже говорят о результатах такой терапии. Ребенок у нас первый, мальчик, были проблемы с речью, как в принципе, как у современных детей. Ходили в коллекционный центр на занятия, предложили нам пойти в театральный кружок. Сначала сомневались, потому что родительская загруженность, ребенок маленький, нужно было его после сада еще отдать, в театральный кружок сводить. Но это оказалось для нас очень-очень важным и полезным, потому что ребенок преодолел этот комплекс неполноценности, общения. Однозначно он стал говорить лучше, плюс ушли все эти проблемы с коммуникацией. То есть, если раньше он там стеснялся, начинали смеяться, не выговаривать звуки, буквы, теперь все. Важно сотрудничать с государственным учреждением, с общественными объединениями, поскольку в общественных объединениях, организациях основные участники – это родители. И нам, педагогам, конечно же, очень важно учиться у родителей, сотрудничать с ними, потому что лучше родителей все равно никто не знает особенностей своего ребенка. И такое сотрудничество, оно, конечно же, всегда идет на пользу нашим ребятам. Сегодня на базе шести учреждений созданы свои театральные студии. Основная задача – научиться работать, исключив жалость к особенным актерам, а показать их творчество, талант и желание проявить себя. И несмотря на то, что проект относительно молодой, уже понятно, результат есть, а значит, и будущее будет.